всем привет сегодня мы готовили очень вкусные спагетти с мясом и с овощами это очень простой по тем не менее очень вкусный рецепт если вам нравится то что вы видите посмотрите рецепт полностью приятного просмотра а для приготовления нам с вами понадобится говядина в данном случае у нас лопатка редька репчатый лук морковка чесночок черный перец томат паста лавровый лист и сушеная зелень петрушка и укроп а на гарнир у нас будут макароны спагетти приступим к приготовлению для начала мы порежем мясо его порежу такими небольшими кубиками примерно вот таким вот столько у нас с вами получилось мясо я его сразу положу в казан без всякого масла просто сухой казан пока это нам не нужно убираем овощи я хочу натереть сегодня на шинковалки не длинными наоборот короткими вот такими вот частями такими натрем морковку вот такого количества мне будет достаточно вот такая она у нас получается красивая тоненькая перекладываем морковочку в чашку и пока уберем сторонку чтобы редька получилось у нас не такими брусочками я нужно предварительно разрезать и теперь вот этой частью будем натирать и так же как и морковку натрем на шинковке редьку редька тоже получилось у нас очень красивыми ровненькими одинаковыми совершенно по толщине полосочками все убираем ее также к морковке луковицу я натру точно так же как и все до этого на этой же самой шинковки получатся тоже вот такие красивые полосочки вот в принципе столько лука нам будет достаточно получок мы с вами отложим в другую тарелку не туда где у нас морковка и редька чеснок мы с вами порежем вручную для того чтобы он слишком не был мелким такими как бы узнаваемые частями чтобы понятно что это чеснок ну и теперь начнем готовить вот мы поставили казан с мясом на огонь напоминаю масло здесь никакого нет теперь мы сюда нальем около 300 граммов воды просто питьевой воды поставим большой огонь ждем пока мясо у нас с вами закипит вот видно что скоро мясо у нас уже закипит мы сейчас посолим мясо вместе с водой где-то одну чайную ложку соли я насыпаю и теперь перемешиваем на поверхности как на обычном любом другом бульоне появляется пенка как бы ее мы удаляем когда появится больше накипи мы все это удалим и потом с открытой крышкой будем варить также на большом огне то исчезновение полости всей жидкости пока вся жидкость не выкипит мы будем варить как только жидкость исчезнет мы добавим сюда подсолнечного масла и будем обжаривать для чего я это делаю потому как я не уверена насколько будет мягким это мясо при таком способе приготовления она будет однозначно сто процентов вкусное и мягкое вот влага практически вся уже выкипела можно сделать огонь побольше и сразу сюда налить подсолнечного масла все сейчас оставшаяся влага выкипит и наше мясо начнет жарится в принципе наше мясо уже готово можно его кушать уже сейчас поэтому слишком много жарить мы его не станем просто добьемся того чтобы она покрылась у нас вкусной золотистой румяной корочкой и потом будем добавлять сюда наши овощи вот так как мясо обжарилась меня уже устраивает теперь первым я сюда заброшу лучок и теперь вместе с луком будем продолжать обжаривать мясо на таком же среднем огне не больше не меньше огонь делать не нужно огонь такой чуть выше среднего примерно так должен выглядеть лучок он еще готов не на сто процентов но почти практически уже готов добавим сюда морковь и редьку и также дадим этому всему делу хорошенько перемешаться хорошо перемешаем все теперь содержимое казана и теперь не очень часто но все же помешивая будем обжаривать все вместе надо попробовать на соль мясо очень вкусная мягкая мясе соли достаточно а вот овощи у нас нет они совсем не соленый поэтому мы все это дело сейчас здесь слегка прям в казане сразу подсаливаем также перемешиваем и доводим до готовности вот сейчас когда у нас с вами морковь и редька скажем так подвяли можно дать побольше огня и на большом огне достаточно быстро довести до нужной кондиции теперь мы с вами добавим сюда чеснок и томат пасту и все это хорошенько перемешиваем и будем обжаривать еще где-то одну-две минуты и теперь мы сюда добавим пол-литра холодные вот допустим воды у меня из-под крана вы можете добавить кипятка из чайника тогда процесс будет еще быстрее и мы сюда добавим нашу зелень подлив закипел делаем огонь чуть меньше среднего и вот так чтобы потихоньку булькала готовим нашу подливку ну вот все как мне кажется что 5 минут вполне достаточно наша сами подливка готова можно выключить газ теперь будем варить спагетти поставили кастрюлю с водой на газ вода закипит подсолим ее забросим туда спагетти и будем варить 7-10 минут до готовности и помешаем с вами спагетти лишь только один раз для того чтобы они у нас между собой не слиплись не прилипли к стенкам кастрюле и ко дну один раз вот так разъединяем и больше не трогаем прошло примерно 7 минут наши макароны сварились больше варить их не нужно за того что мы их не мешали видите вода не крахмальная прозрачная и спагетти вполне готовы сливаем отсюда воду всю воду слили промывать спагетти ни в коем случае нельзя теперь мы сюда добавим немного подсолнечного масла и просто встряхнем вот таким образом накрываем крышкой и просто подбрасываем подкручиваем осторожно из-под крышки выходит пар таким образом мы с вами перемешали спагетти все можно накрывать на стол вот такое красивое и очень вкусное блюдо у нас с вами сегодня получилось то спросят где же перчик вот он перчик ну и конечно же блюдо надо попробовать мясо получилось очень мягкое не зря мы его заранее тушили овощи приготовились правильно они не пережарились не переварились все как надо товарищи очень советую вкусный рецепт готовьте вместе с нами подписывайтесь на нас всем пока кто-то спросит а где же перец а вот он здесь салатом 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 салатом